Если сравнивать в пределах одной весовой категории, то вот в этой точке, я сравниваю разных спортсменов, в этой точке кто-то находится еще в воздухе, когда максимальная высота подъема штанги, у кого-то голова далеко за грифтанги выходит, то есть и выше находится, запаздывает с подседом. Ставились следующие основные задачи. Изучить современные методики исследований техники чрезвотетов высоких квалификаций в условиях соревнований. Выявить основные варианты проявления асимметрии в технике выполнения рэвкаута. Это одно из классических упражнений. И определить отдельные направления совершенствования техники рэвкаута в ответах высокой квалификации. Сразу хочу заметить, что речь идет об элитном спорте. И я процитирую немецких коллег, которые на этом, на элитном уровне в спорте высших достижений приходят к выводу о том, что спортивная биомеханика на данный момент заинтересована средними значениями, стандартными отклонениями, коэффициентными корреляциями. Однако практика элитного спорта интересуется теми данными, которые являются далекими от этих показателей. Это коллеги, которые занимаются биомеханическим обслуживанием спорта высших достижений в Германии. Поэтому я буду больше практическим вещам склонен к этому в своем докладе. Почему? Потому что я много общаюсь с тренерами, которые требуют именно этого. В этом направлении я и пытаюсь работать. Среди современных методик исследования техники тяжелогетов в условиях соревнований основным, если не единственным на данный момент, средством является видеосъемка. Начну с того, что многие вещи для исследований находятся в общедоступных средствах информации. Я имею в виду интернет. Здесь находится один из основателей, представителей и владельцев хорошего сайта, на котором есть Леонид Александрович Мустиненко. Поговорите то, что вам надо, у него все есть. Там ролики, связанные с историей техники на соревнованиях спортсменов высшей квалификации, получают, по-моему, даже чемпионаты мира есть. Методы, с помощью которых проводят исследования. В тяжелой атлетике существует, в отличие от других видов спорта, две специализированных системы, основанных на видеосъемке, сделанные чисто для тяжелой атлетики. Это немецкая система ВТ-хинтонавайзер. Как видите, здесь картинка совмещена с параметрами техники. Здесь можно вывести и другие характеристики. Вот здесь они написаны. Она разработана достаточно давно. Я так встречаю в публикации. Лет 8 назад я первой публикацией встречался с использованием этой системы. Используют ее и в настоящее время, на последнем чемпионате мира в Алма-Ате 2014 года. Немцы сидели, понимаете, именно с использованием этой системы. Следующий слайд, пожалуйста. Извините за качество. Это наша отечественная разработка. В Салифе сделали систему. Правда, они ее никому не продают, в отличие от немецкой. То есть никто не покупает. Видимо, там какие-то цены большие. Или какие-то там сложности чисто программные. Она у них не всегда работает. Я просто был свидетелем того, что на чемпионате мира среди юниоров в Казани, который у нас проходил, они приехали в такую большую группу, еще там настроили хорошо. И потом, почему-то стали снимать. Но они ее не продают. Может, они ее завести хотят. Но в принципе направление интересное, направление хорошее. Хорошо, что у нас такие исследования проводятся. Кстати, подробно про эту систему интересуют. Есть информация на сайте вот этого товарища. «Мир тяжелой хозяйки» могу назвать. Сайт. Очень информативный сайт. Значит, отдельные вещи, связанные с исследованием методиками, с помощью которых получаются параметры техники, проводятся с использованием скоростной видеосъемки. Я в данном случае, будем совершенно искренне сказать, что лидерами в этом направлении являются наши. Из публикаций в нашей стране со скоростной видеосъемкой, неизвестны только данные, в Москве пару публикаций делали сотрудники ПИФ. И корейцы снимали свои международные соревнования. Это с показательным международным уровнем. На данном слайде показана система с помощью элемента работы программы, с помощью которой получаются параметры техники выполнения соревновательных упражнений в тяжелой атлетике. Ну, здесь почему-то такое возникло именно это. Значит, то, что Леонид Александрович докладывал, я много ее докладов слышал, я отношу эти работы, исследования к серии фундаментальных, так скажем. Ну, как минимум, на основе их возникла идея вот такой вот используются в сборных командах России по тяжелой атлетике. Значит, здесь с видеорядом совмещены параметры техники. Здесь на экран выведены не все, там есть еще ускорение. Здесь скорость и перемещение, можно сказать. Ну, не сказать, что вот первые две системы, о которых я говорил, предназначены чисто, разрабатываются чисто для тяжелой атлетики, и там в реальном масштабе времени получается информация о параметрах техники. Здесь несколько дольше, ну, допустим, Леонид-Подходка может за через 5 минут получить вот эти параметры техники. Но предыдущие две системы, преимущества, оперативность, недостаток, там, недостаточно высокой точность измерения. Это одно, но самое главное, вот на мой взгляд, с чем я столкнулся, там, когда там до 50 кадров в секунду, проскалькивают некоторые, они не захватывают некоторые интересные моменты. Да, вот, вот, например, вот, например, как, каким образом, здесь не случайно выведен этот слайд, обратите внимание, здесь показана поза при максимальной высоте подъема штанги, причем вертикальная, это вертикальная составляющая, причем это, ну, так называемый, качественный биомеханический анализ, совмещенный с количественным, чтобы этот позу точнее определить, здесь, если вы обратите внимание, на линии скорости пересечения 0. Ну, кроме того, здесь все цифровые данные в огромном количестве, в данном случае на цифру внимания не обращайте, там дополнительный расчет, мы просто показываем цифры по перемещению, в крайнем случае, это не с момента там отрыва штанга, а от начала кадра, так скажем. Но все это просчитывается, перерасчитывается. В данном случае, обращаю ваше внимание на один из моментов, который может быть стать, может являться критерием оценки техники. Ну, допустим, вот переходя к выводам, к некоторым выводам, из этой картины можно сделать вывод, совмещая вот именно эту позу, в этой, то есть в какой позе находится спортсмен, в данном случае спортсменка, это Ани Сарсян, она призером стола ю-йорского чемпионата мира. Летом, это у 14-го года съемки достаточно свежие. Значит, если сравнивать, ну так, в пределах одной весовой категории, то вот в этой точке есть, я сравниваю разных спортсменов, в этой точке кто-то находится еще в воздухе, то есть ноги, когда максимальная высота подъема штанги, у кого-то голова далеко за гриф штанги выходит, то есть и выше находится, запаздывается под седом. Ну, естественно, там количественные показатели измеряются, выясняется, что люди, которые в данном случае положение тела находится выше, головы в данном случае выше по отношению к грифу штанги, у них высота подъема штанги выше, скорость выше, то есть они работают менее экономично, это одно из направлений совершенствования техники у спортсменов, ну, я чемпионов мира, призеров среди юниоров, тоже, да, элитным спортсменом, в данном случае это является, прониматрилом одно из направлений совершенствования техники, следующее, пожалуйста, сколько у вас осталось? пару минут, ну, здесь просто другое, с того же чемпионата, съемка, видите, те же показатели, вот это, у этой дамы положение ниже по отношению к грифу штанге, то есть у нее в меньшей степени можно использовать направление по совершенствованию техники, о котором я сказал, следующее, следующий папка там, откройте, пожалуйста, значит, ролик сначала, покажите, в данном случае, вот в этом ролике, это, о чем я говорю, это доступные вещи, связанные с, интернет-ресурсами, что-то ну, не на тот помост зашел, нет, это съемки с последнего чемпионата мира Алматы, который в ноябре 14-го года прошел, это литовский спортсмен высокого класса, он призер этих соревнований в своей весовой категории, ну, казалось бы, что можно взять из такой съемки, закройте, пожалуйста, теперь, пожалуйста, вот этот, значит, здесь, это не с тех соревнований, я просто как пример вам показываю, где проявляется асимметрия, в технике выполнения соревновательных упражнений, следующий, прям, поясните, следующий, пожалуйста, не, вам не надо, вот он будет показывать сразу, следующий, следующий, ну, стрелочки, вот это показывают, подряд, пусть показывают, если вы обратите внимание, на старте, это, видеокомпьютерный анализ, с помощью графических программ, здесь, здесь, линия, изначально проведена, через, центр на старте, вот, что получается, в процессе подъема штана, и обратите внимание, спортсменка, в данном случае, спортсменка, это, тоже, элементная спортсменка, из числа, наших, поэтому я ее так не решила, значит, идет, причин здесь может быть много, но вы видите, что в данном случае, уже в процессе, начало подрыва, вот в следующий, уже в процессе начала подрыва, штанга перемещается в правый край, выше, чем в левый, в связи с этим возникает вопрос по основным направлениям совершенствования техники, значит, к выводам я, поскольку уже, основные выводы я хочу сделать для, 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 Леонида Александровича, в качестве даже просьбы, у нас очень удачно проходит то, что по видам спорта, по которым КНГ работает, ведутся исследования, и вот в этом году тематика, связанная с 3D съемкой, информации по 3D есть, вот в частности, с помощью, саливка, свою систему, сделаю таким образом, что они с торца, с двух концов, снимают технику, еще при советской власти, в 70-е годы, была создана система, которая позволяла, с двух сторон, снимать параметры, траекторию в частности, но почему-то, вот на тот момент, на котором я остановился, вот последний, с последними кадрами, почему-то никто не обращал внимания, а вот это очень, на мой взгляд, важный момент, там масса интересных вещей, на данный момент, есть информация только о том, что с этим, что это регистрируется, вот таким вот образом, другой информации я не встречал. Субтитры создавал DimaTorzok, Продолжение следует...